добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здоровы с нами и хотела поговорить немножечко своих рабочих буднях вот сегодня среда четверг сегодня сегодня четверг 9 февраля я иду на рынок сегодняшнего дня я на 4 дня бабушка поэтому мне придется сидеть с дочкой и я иду купить фрукты фрукты и овощи хлеб ну такое потому что когда я одна я ем мало а с внучкой у нас свои ритуалы мы с внучкой обязательно ходим куда-нибудь в кафе она не очень много не ест она берет что-нибудь из обмирается там процесс мы нарядились и пришли важные такие заказали поели она это очень потом сходим может быть на какой-нибудь фильм кинотеатре если там что-то будет приличное ну что еще смей мы делаем я хочу купить шахматы я хочу начать с ней играть шахматы я сам шахматы не понимаю не люблю но хочу научиться и у меня сегодня очень очень интересное наблюдение я заглядываю на youtube и постоянно свою аналитику и монетизацию смотрю и мне там все время написано монетизация отказано 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 и вдруг сегодня я просто так автоматически нажимаю и мне написано монетизация разрешена то есть мой канал на ю тубе уже больше трех лет я его в январе 2020 создала у меня до этого было два других канала но один канал у меня закрыли на нем на тот момент было 11 тысяч миллионов 11 миллионов просмотров но у меня его закрыли потому что у меня было три подопреждения и закрыли так и с концами потом я делаю еще один канал под свой сайт но у меня его тоже закрыли потому что они за ней я им не пользуюсь потому что у меня я сайт прокупала я положила деньги на счет и была уверена что они у меня автоматически списываются сайта а они не списались а так как сайт был хорошо раскручен его быстренько продали поэтому осталось без сайта и потом вот я уже в девятнадцатом году сделала себе сайт здоровый с нами и youtube канал я тогда работала с одной дамой и я продвигал ее сайте и и каналы но даже тогда я понимала что на тебя надо про себя никогда нельзя забывать и обязательно для себя надо делать и сайте канал и вот я сделала себе и сайте каналы и по сравнению с ней у меня конечно небо и земля то есть у меня за три года вот уже почти 400 тысяч просмотров да у нее там что-то меньше 40 хотя у нее даже раньше что я хочу сказать монетизация не знаю я в этом вообще никогда не заниматься там я никогда не интересовало потому что российские просмотры не оплачиваются а иностранных просмотров у меня мало потому что это узбекистан казахстан белоруссия украины немного и все но есть там не какие-то другие страны я видела но очень мало но дело не в этом дело в том что потихонечку потихонечку я все равно к этому пришла не это очень удивило думаю надо же даже не ожидала вот поэтому я сейчас думаю как бы это правильно оформить эту монетизацию чтобы ну как говорят корочка по зернышку и наелась а какие интересные новости сейчас опять начинается вот эта вот песня с теми же самыми укольчиками которые вроде все закрыли все вроде тихо но на самом деле это крыто но все это все равно достают людей я об этом скидывала сегодня мне сообщение пришло потом конечно присылать страшные вещи я не хочу про это говорить но там тоже показывать что творится в данный момент и ты не знаешь и конечно я понимаю что единственно что мы можем делать как люди которые не принимают в этом участие мы можем только в молиться и медитировать за за хорошее все будет хорошо должны верить в это и должны все для этого делать то есть посылать любовь посылать мудрость заботиться о себе своей семье и все будет хорошо я иду до метро теория в москве вроде бы как минус 2 вот я смотрю что все кругом посыпали все кругом мокро я в резиновых сапожках утепленных и дух я выздоровела я завалила в субботу после одной практике на которую я зашла в гости посмотреть я зашла посмотреть и дмитрия раевского и после его практике чё там не стало совсем хреново я разболелась потом разобралась и оказалось что мне это не подходит мне это не нужно некоторые вещи он говорит неправильно ну это как бы его дела я просто вышла из его чата и вот и мне все шлют и шлют но я уже не смотрю то есть раевский мне не подошел а вот если я его кого-то советовала я потом всем написал ребят извините это вот мой опыт у меня с ним не пошло потому что что-то я там опять цепанула я очень чувствительная ко всем этим штукам и если я что-то где-то цепанула или какой-то на меня есть воздействие я его чувствую сразу и там же после сеанса вот я сеанс ним закончила пошла выбрасывать эти яйца зашла в магазин вернулась и у меня нос начал чихать чихать и пошли сопли прям сразу и все я начала лечиться но чувствую не помогает написала жене жене сказала куда опять влезла я внути как я вылезли бы заразы ну как я туда заложивали вот я вот так вот это все периодически залаза чтобы моя к тележке не ехала я ее тащу на себе она пустая поэтому как бы пока это не сложно что хорошего в москве сейчас погода хорошая завтра я пятница я пойду с внучкой в баню с ней конечно я не очень люблю ходить в баню потому что она практически не парится но я думаю что потихонечку от того что она со мной ходит она все равно в это втянется и очень нравится бассейн бассейн правда там холодный иногда даже ледяной но даже если она там попарится 10-15 минут из моих трех часов это уже хорошо для нее вот ну и потом а ей самой нравится просто там антураж бани что мы туда приходим мы туда стараемся ехать конечно на автобусе пешком но часто мы туда опаздываем из-за льготы и она бабушка поехали на такси и мы едем с ней на такси а назад уже как-то на автобусе как получится а баню я очень люблю я считаю что баня это вот самое лучшее средство для оздоровления которое придумал человек лучше ничего нет то есть ты там паришься обливаешься мою все эти веники веники например береза дуб они работают с энергиями этой энергии березы дуба пожалуйста липа если у вас есть добавляйте полынь то есть это очень очень крутая практика оздоровительная и если вы не ходите в банях заведите себе такую привычку раз в неделю ходить в баню вам это будет точно на пользу потому что баня работает с аурой с энергиями с тонкими телами а если вы добавите к этому намерение то обязательно по результату возьму тучи я на мне когда прихожу баню первое что я делаю я чищу баню саму всю все пространство всех людей все лавки парную все помещение все что было до меня со мной и после меня обязательно это я все очищаю потом значит когда я подаю привожу травы свои веники я тоже обязательно посылаю энергию любви для всех для всех кто парился париться и будет париться вот наполняю ее энергией то есть все не только для себя но для всего пространства вокруг чем чаще вы это делаете тем больше вы получаете назад всегда всегда поэтому не забывайте мне многие пишут то надо говорить скажите намерение никто ни за кого никогда намерение не создаст вы должны научиться сами выражать свое намерение и сами правильно его произносить самое главное произносить это вслух для этого у нас есть пятая чакра горловая для этого у нас есть голос не про себя не подумали не записали надо говорить намерение то что вы хотите получить сейчас дело сейчас проговаривайте а уже если у вас какие то есть планы вы хотите какие-то планы прописывать эти планы заведите себе хотите как угодно этому назвать тетрадь мечты планы и прописывайте планы дальние и ближние вот я например сегодня уже шестой день делала зарядку я собиралась начать эту делать зарядку давным давно но не делал сейчас сейчас потом потом сейчас сейчас потом потом даже дети мне говорили мам ну ты не можешь делать ну купи карточку я покупала карточки туда вообще не хожу нет ничего я никую карточку не купила хотя прошлом году я уже собрала деньги и шла покупать ворд-классе карточку но они мне сначала просили какие-то рекомендации пока эти рекомендации ждали началась вот это военная операция и я не купил эту карточку вот и все потом они не назвали писали сказала нет я к вам пришлось деньгами вы не взяли теперь уже нет и я нашла вот эту китайскую жиротокку но не то что вот у этой девушки которая родила ребенка там и потому что китайских чистых очень мало у них у китайцев и другие аккаунты поэтому я нашла девушку которая оттуда взяла электро упражнения подобрала для себя первый уровень который мне подходит для начала там всего лишь 10 упражнений по две минуты вот я их делаю это утром еще я нашла одного японцы я потом покажу вам эти упражнения которые для рук и хотя у меня с руками вообще нет проблем с суставами я могу у меня гибкость очень хорошая все а гибкость я в несколько раз говорила гибкость говорит о вашей проточности то есть если вы гибкий значит у вас налажено ну хороший проточный ваши тонкие тела чистые и энергия проходит но если так более глубоко до объяснять а этот японец он оказывается спортсмен всю жизнь вот у него были травмы и вот он сам себя восстанавливает и обучает как восстанавливать свои вот эти все суставы самостоятельно дома пока с короткими упражнениями по минуте у него правда не минута у него 50 секунд упражнения 10 секунд перерыв это я сделаю я просто некому записывать вот сегодня надо было а не прийти записать но у меня там что-то изменилось и мы договорились на другой день поэтому я за по и у него же я взяла упражнения для тазобедренных суставов хотя у меня с уставами тазобедренными все хорошо но мне я вот недавно на лыжах упала и мне как-то неприятно так потянула левый тазобедренный сустав и я решила включить его упражнения тоже вот это я все выложу кому интересно я прикреплю сюда ссылочку вот такие вот дела вот я иду у меня уже жарко хотя я не оделась тепло я одела пуховик тоненький вот свою толстовку чистый хлопок шапку один слой штанов перчатки ничего такого просто тепло так что кому интересно заходите подписывайтесь буду с вами делиться напоминаю что мне 58 лет у меня трое детей двое внуков и я за здоровье своими руками